Я закончила школу и жила вместе с родителями в городе Изюм Харьковской области. Буквально это граница Харьковской и Донецкой области. У нас было священное место, гора Кремянец. Почему священное? Потому что в годы Великой Отечественной войны там шли ожесточеннейшие сражения. Немцы рвались на Донбасс. И труднейшие бои шли. Немцы были на одном берегу реки, наши войска на другом, потом менялись. Несколько месяцев подряд. Об этом мне всегда рассказывала бабушка. И самый святой праздник у нас был. Праздник 9 мая. Весь город собирался внизу, на центральной улице. Все зажигали факела. И вот было факельное шествие, подымались на гору Кремянец. Там звучала песня «Букенвальский набат». Если помните, начиная с «Люди мира» на минуту встаньте, слушайте. Это был любимый праздник. Что могло? И вот приезжало очень много ветеранов Великой Отечественной войны, которые сражались за Донбасс, за Харьковскую область. Это был самый любимый праздник. Что могло произойти, наверное, с головой, с душами тех людей, которые стали выдвигать нацистские лозунги? Я считаю, что война сейчас заканчивается. Мы должны положить конец вот этому мракобесию, отрицанию памяти ради тех, кто отстоял эту свободу, ради тех, кто покоится на той же украинской земле, которая полита буквально кровью наших солдат, за нее сражались наши деды и прадеды. Я считаю, что мы обязательно эту войну закончим. И нацизм, фашизм и война больше никогда не придет на наши земли. Субтитры создавал DimaTorzok